И снова всем привет! Меня частенько просили в комментариях, а также в твиттере, чтобы я записал видео тех приложений, которые установлены на мой смартфон. Я долгое время отбивался от этого занятия, но, по всей видимости, пришло время показать вам это. Если я буду заострять внимание на каждом приложении, то видео просто будет бесконечным, поэтому смотрите все своими глазами. На некоторых вещах, возможно, я заострю внимание, а некоторые оставлю без комментариев. Но, по сути, вы сможете найти их в маркете и почитать, посмотреть. Также некоторые приложения, которые у меня установлены, скажем так, дублируют свои функции. Но просто мне нравится наблюдать за развитием приложений. То есть я могу установить несколько однотипных и наблюдать просто, кто на что гораст в плане обновлений. Итак, давайте начнем. Звонилка – это очень важная штука для меня. Это EX-дайлер. Его обзор я записывал до этого. Можно найти в моих видео с помощью поиска. Это, на мой взгляд, самая лучшая звонилка для Android. Также с рут-правами мы получаем возможность скидывать уведомления о пропущенном звонке. То есть я ей очень доволен. Далее. Из игрушек я особо не игроман, поэтому что-то поставил такое, чтобы можно было поиграть, когда ожидаешь какую-то очередь или еще где-то время коротать. То есть вот такие вот игрушки. Машинариум. Это новомодная игрушка. Country Joy. Raiman. Очень классная игра. Ну, это про шальную бабку. Я даже про нее видеообзор снимал. Granny Smith. Ну и NFS Most Wanted. Это самая лучшая гонка, что есть на Android. Далее. Что касается облака. Ну, Dropbox, естественно, для хранения облачных файлов. Особенно это приложение актуально на тех смартфонах, где мало своей встроенной памяти. Ну, Альфа-банк это понятно. Бокс это тоже очень перспективное облачное приложение наподобие Dropbox. Я тоже очень внимательно наблюдаю за его развитием. Evernote. Я тоже делал обзор этого приложения. Это самое лучшее для хранения заметок с фотографиями, с аудио и так далее. С картинками. Ну, Google Диск это понятно. Это тоже облако, только от Google. Тоже просто наблюдаю за развитием. Яндекс.Диск тоже самое. Ну, Kiwi кошелек. Это интернет-кошелек. Тут тоже все понятно. Все, что здесь в этой папке, все, что касается управления системой. Ну, Go Backup. Приложение, которое я делал. Приложение для бэкапа. Пользовательских приложений и их данных. Также Titan. Самый лучший бэкапер. Максимум функциональности. Виджет Locker Lockscreen. Тоже недавно я его обозревал. Благодаря ему я имею такой классный экран блокировки. Такой вот. С кнопками быстрого запуска. С виджетами и так далее. Что еще? Смарт-ротатор. Это приложение, с помощью которого я указываю, какие приложения вращать и какие держать всегда в вертикальном режиме. Тоже из разряда лучших приложений. То есть, тех самых, которые облегчают нам пользование смартфона. Ну, Mobile Loading. Это приложение, которое позволяет прошивать смартфоны Samsung без компьютера. Что еще? Default App Manager. Это приложение, которое позволяет легко сбрасывать те умолчания, которые вы задавали. Что еще? Solid Explorer, кстати. Это самый лучший файловый менеджер. Отличная штука. Очень красивый. Также, если наклонить, то появляется возможность выделять, перетаскивать, хватать. То есть, ну, шикарная вещь. Тоже я обзор делал его. Что еще? Power Toggles. Это те самые классные тумблеры. Стильные и маленькие. Которых превеликое множество. Здесь вот я настроил даже два ряда подобных тумблеров. Nexus 4. Что еще? Chrome. То фон. Это... Если установить это приложение на смартфон и расширение в ваш браузер Chrome на персональном компьютере, то он позволяет нажатием кнопки ту страницу браузера, которую вы читали на персональном компьютере, открывать сразу на смартфоне. То есть, если вы вдруг читали какую-то интересную статью, и вам надо срочно куда-то уходить, то нажали эту кнопочку, статья открылась на смартфоне, и вы пошли куда вам надо. Что еще? Ата Updater. Это приложение для обновления по воздуху различных кастомных прошивок. Сейчас та прошивка, что у меня стоит, им не поддерживается, но пусть будет. Многие другие работают с этим приложением. Ну, Касперский это, на мой взгляд, лучший антивирус для Android. А свои позиции по поводу того, нужны антивирусы или нет, я уже выложил подробное видео. Можете посмотреть, что еще. Вот эти вот два приложения, Simplistic, это касается управления различными интерфейсом смартфона на прошивке Omega. В папке интернет у меня браузер Chrome, отличный браузер, к сожалению, не поддерживает Flash на данный момент, поэтому я еще установил бот-браузер, который это все дело умеет. Ну, Google+, это отличная социальная сеть от Google. YouTube, всем известный. Instagram, Facebook. Это обычный стандартный браузер. Здесь Яндекс.Навигатор. Саундхаунд для определения музыки. Скетчбук. Лучшая рисовалка для тех смартфонов, которые имеют стилус. MusicJunk. Это приложение, которое позволяет нам качать музыку. Да-да, я знаю, что это плохо. Но пока так. Возможно, что я качаю ее только с целью ознакомления. А возможно и нет. Далее. JetVD. Это тоже самое приложение, только уже для загрузки видео с YouTube. Вставляете название. И, собственно, скачиваете нужное видео на ваш смартфон. F3 калькулятор. Это вот такой симпатичный калькулятор. Я все время писал разработчику, чтобы он выпустил платную версию. Но он что-то так и не решился на это. Здесь, как вы видите, аккуратная реклама. В принципе, она не мешает. Здесь есть кнопка конвертера валют. Ну и здесь какая-то вот такая игрушка, которую я никогда не играл. Вот такой калькулятор. Ну, переводчик Google, естественно. Приложение отличное. Позволяет мне общаться, не зная английский язык, с некоторыми разработчиками и так далее. Повар АМП – это лучший плеер на Android. Классная штука. Поддерживает различные темы, настройки звука и так далее. S-Note – это родное приложение для рисования. Оно только есть на Galaxy Note. Ну, карты Google всем известны. Я предпочитаю ими пользоваться. Что еще? Кстати, приложение от Free, которым все пользуются для того, чтобы избавиться от рекламы. Я наоборот пользуюсь им, чтобы на кастомных прошивках эту рекламу вернуть. Так как я не люблю, чтобы в браузерах были пустые окна. Что еще? А Free Boost – это позволяет качать различные книги. На смартфон 2GIS – это отличное приложение, с помощью которого вы можете узнать о своем городе совершенно все. О различных зданиях, какие фирмы там находятся, какие телефоны у этих фирм, до скольки работают и так далее. То есть, это приложение просто нереально экономит мне время. Его обзор тоже есть у меня на канале. Что еще? Аналитик Центр – это приложение, которое пишет мой товарищ. Скоро мы порадуем вас этим приложением. Оно следит за вашими аккаунтами. Сколько фолловеров добавилось. Сколько вы твитов написали. Сколько ежедневно приход фолловеров или их отток. Сколько твитов вы написали ежедневно, в день и так далее. Здесь колонка на основе полученных данных. Какое-то предсказание на будущее. То есть, примерно, расчет, когда вы достигнете того или иного количества фолловеров. То же самое поддерживается YouTube. Ну и будет поддерживаться, скорее всего, AdSense. Сейчас Emil работает над этим. Как вы видите, все прекрасно складывается. Поэтому скоро это приложение появится у тех, кто его желает. Что еще? Apex Launcher. Это отличный рабочий стол. Обычно я туда-сюда мыкаюсь между ними. То я Apex использую, то Launcher Nova. Сейчас вот Nova использую. Они как братья-близнецы. То у одного появится новая функциональность. То у другого. Ассистент это такая вот говорилка. Типа Siri, только на русском языке. Aviary это очень хорошее приложение в плане обработки фотографий. Красиво оформлено. Работает с высокими разрешениями. Ничего не сжимает. Только улучшает. Отличная штука. Balance Buy. Это приложение, которое следит за счетом моего мобильника. Причем использует имя и пароль для входа в ваш кабинет пользователя. То есть берет оттуда только самую достоверную информацию. Никакого там... Никаких там данных из SMS не берет. То есть все точная информация. Отличная штука. Так, об этом я уже обо всем рассказывал. Cerberus это лучший охранник вашего смартфона. Чтобы вы его где-то не потеряли. Или у вас его не украли. Даст вам некоторый шанс. Чтобы вы попытались вернуть свой смартфон. О нем я тоже подробный обзор записывал недавно. Так, что еще? Falcon Pro это новый перспективный твиттер клиент. На данный момент он еще в стадии развития. Тоже наблюдаю за его развитием. Но это Flash Player, который я поставил вручную. Тут все понятно, чтобы какое-то видео, основанное на Flash, я мог смотреть в браузере Bot. Flipboard это такая вот читалка самая лучшая. Такой вот типа глянцевый журнал. Его я пока еще не настроил. Так, что еще? Google Google. Это приложение, которое позволяет фотографировать, например, что-то, что вы не знаете, что это. Он вам будет искать в интернете. Также переводить иностранный текст и так далее. Google Talk это классное для переписки приложение. Стоит по умолчанию на всех Android смартфонах, а также присутствует на других операционных системах. Google Plus это социальная сеть, я вам говорил уже до этого. HD Widgets это очень классные виджеты. Вот, например, вот этот виджет, это как раз HD Widgets. Айма это такой комбайн мессенджеров, то есть можно подключать там буквально любой аккаунт. Его я использую для того, чтобы подключить аккаунт скайпа и чтобы, в отличие от стандартного приложения, официального, он не садил батарейку. Ну, Instagram это понятно. Его не знает только тот, у кого нет интернета. Это тот самый сервис, где люди обмениваются фотографиями, комментариями. Я его не люблю, потому что он очень сильно сжимает фотографии, ухудшает качество. Но так стоит на смартфоне. Так, что еще? Мультивиндов Контроль это в прошивке Омега стоит приложение, которое позволяет любое стороннее приложение адаптировать под многооконный интерфейс Samsung. Next Launcher это такой вот новый лончер от команды Go. Такой в стиле 3D. Возможно, чуть позже я сниму его обзор. Это ново лончер, которым я сейчас пользуюсь в качестве основного. Что еще? Phoneweaver. Это я снимал уже обзор этого приложения. Это то самое приложение, которое по времени делает все то, что я ему приказал делать. Все то, что я настроил. Как вы видите, вот сейчас по времени он уже выключил звук смартфона. Те-те коммуникации отключил и так далее. Вот эти вот 3 приложения. Фотоэдитор, Pixop и Pixel Express. Это тоже классное приложение для обработки фотографий, картинок. Pixel Aromatic тоже самое для этих же целей. Плюм. Это лучший твиттер-клиент. Его обзор я тоже недавно снимал. Так, Quick Office это для всяких текстовых документов. Scoop Beta это интересный твиттер-клиент. Тут я пока в него еще не вошел. что интересно, он показывает большие полноразмерные превью. Картинок в ленте я тоже наблюдаю за его развитием. Не хватает пока некоторых функций. Как только все это дело доделается, я как бы приобрету, вернее, буду пользоваться данным приложением. Ладно, дальше. Screencast. Screencast это приложение, которое позволяет писать видео с экрана вашего смартфона. Требует рутправ. Далее. Sketch это часть приложения Evernote. Того самого, что лучше заметочник. Также можно его использовать отдельно. Оно позволяет оформлять там фотографию или картинку или рисовать просто. Ну, Skype это официальное приложение скайпа. Snapseed это то самое хваленое приложение, которое считается лучшим на айфоне для обработки фотографий. С недавнего времени оно тоже на Android. Я бы не сказал, что, например, оно лучше, чем Pixel экспресс. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет. То, что у нас появилось так много выбора, это хорошо. Так, что еще? SwiftKey Flow Beta это клавиатура очень хорошая, у которой в этой бета-версии уже появилась возможность вводить слова свайпом. Скоро она обновится на маркете и вы тоже получите эту возможность. Свайп Beta Installer это приложение, которое устанавливает оригинальный свайп клавиатуру для свайпа лучшую на ваш смартфон. Tasks это приложение очень хорошее, которое позволяет вам синхронизировать ваши заметки, вернее, не заметки, а задачи между вашим компьютером и остальными смартфонами или планшетами. Тоже классная штука. Tesla LED это фонарик. Что тут еще? WhatsApp это тоже хороший мессенджер, который присутствует на всех операционных системах. Lingua Leo это учит вас английскому языку. Приложение интересно с картинками, с карточками и так далее. Так, когда-то это кончится, все интересно. кинопоиск, отличное приложение, которое расскажет вам о всех фильмах, о тех, которые будут скоро в ваших кинотеатрах, в кинотеатрах вашего города, также позволит купить билеты, не выходя из дома. Это приложение я тоже обозревал отдельно, можете поискать. Клавиатура SlideIt это тоже клавиатура с методом ввода текста свайпом, тоже наблюдаю за ее развитием, тоже очень неплохая. Так, что еще? Media это глянцевый журнал от Google, всякие новости и прочее. навигация стандартная, которая идет по умолчанию на всех гуглофонах. Неужели конец? Это просто супер! вот такие вот часы офигенные на Android 4.2 я их поставил отдельно. Классная штука, но об этом сегодня не буду, иначе видео просто будет выгружаться несколько дней. Яндекс Shell это тоже 3D лончер, его я тоже недавно обозревал, ну вот в принципе и все такое вот основное интересное я вам рассказал. Спасибо вам за внимание, надеюсь вам было интересно. До новых встреч! встреч!